Гонка окончена. Ричард Брэнсон полетит в космос на неделю раньше Безоса. Маск подтвердил, что у пикапа Cybertruck будет режим Краба. Вольво показала, какими будут электромобили компании в будущем. Aviation представила первый серийный девятиместный электросамолет. Электроскейт Evil Head-In позволит разогнаться до 50 км в час. Друзья, с вами как всегда Андрей, я приветствую вас на нашем канале. Желаю вам приятного просмотра. Поехали! Ричард Брэнсон отправится в космос чуть раньше самого богатого миллиардера Джеффа Безоса. Virgin Galactic отправит своего основателя в супорбитальный полет 11 июля. Помимо астронавта номер один на борту Спейсшип-2 будут четыре специалиста и два пилота. Ричард Брэнсон, 70-летний британский предприниматель, должен был полететь в космос позже, после еще двух испытательных пилотируемых полетов. Но буквально на днях стало известно, что Virgin Galactic официально внесла его в список основного экипажа корабля Спейсшип-2. Это произошло после того, как Джефф Безос объявил о намерении отправиться в космос на борту своей ракеты 20 июля. Полет, названный Unity-22, должен состояться 11 июля около 9 утра по местному времени с космодрома Америка в Нью-Мексико. Управлять кораблем будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Мазуччи, а на борту, кроме Брэнсона, будут сотрудники компании. Они на себе испытают готовность капсулы к приему туристов. «Я всегда был мечтателем», — написал по этому поводу Брэнсон в Твиттере. «Моя мама научила меня никогда не сдаваться и стремиться к звездам. 11 июля придет время воплотить мечты в реальность на борту космического корабля Virgin Galactic». Вдобавок к этой новости Брэнсон пообещал рассказать по возвращении нечто поразительное, что даст большему числу людей шанс стать астронавтами, потому что космос принадлежит всем нам. В прошлом году General Motors объявила, что у нового Хаймер будет возможность поворачивать все четыре колеса одновременно, чтобы увеличить проходимость и облегчить парковку. Компания назвала эту опциональную функцию режимом Краба. Похожая идея приглянулась и Илону Маску, который обещал представить обновленную версию электропикапа Cybertruck перед запуском серийного производства, намеченного на конец 2021 года. Пока свыше миллиона потенциальных покупателей ожидают выхода Cybertruck, глава Tesla подогревает интерес публики к своему любимому монстру. То намекнет, что автомобиль может быть амфибией, то похвастается крайне низким аэродинамическим сопротивлением, то сообщит, что ручек на дверях не будет. И хотя некоторые предполагаемые изменения, например, уменьшенную версию Маск запраковал, ряд модификаций будут реализованы. Тем не менее, несмотря на прогнозы экспертов, в главном серийный пикап останется верен представленному дизайну. Cybertruck будет почти в точности таким же, как был представлен, написал Маск в твиттере. Это заявление намекает в частности на то, что никаких анонсов обновленной версии первого пикапа Tesla больше не будет. В следующий раз нам покажут Cybertruck уже таким, каким он поступит в продажу. Однако кое-что новое о нем Маск все же рассказал. Мы добавляем управление задними колесами, чтобы он мог выполнять крутые повороты и маневры с высокой ловкостью. Это очень похоже на режим Краба, который анонсировала General Motors для своего электрохаймера. Volvo представила на мероприятии Tech Day концептуальный автомобиль, дающий понять направление и мысли дизайнеров компании. Внедорожник Concept Recharge выполнен в лаконичном скандинавском стиле, который объединяет плавность линий с упрощенным интерьером, напоминающим новейшие модели Tesla, но с двумя экранами вместо одного, и с суицидальными распашными дверями. Снаружи Concept Car сохранил узнаваемые черты Volvo, фирменные фары головного света в форме молотков, большие L-образные габаритные фары и прозрачную крышу. Распашные двери, которые издание CNBC назвало самоубийственными, часто встречаются в концептах, но редко доживают до серийных моделей. Внутри просторно, благодаря увеличенной колесной базе и отсутствию ДВС, а также крайне минималистичному дизайну. Никаких тех характеристик будущего электромобиля компания пока не огласила. Электромобиль Volvo следующего поколения, наследник нынешнего XC90SUV, должен появиться в 2022 году. Он станет первым новым EV-компанией с тех пор, как она объявила о планах стать полностью электрической к 30-му году. Первые полеты электросамолета Aviation должны состояться в четвертом квартале этого года. И компания наконец показала серийную версию Alice. В такой конфигурации бесшумный девятиместный самолет с запасом хода свыше 800 километров будет представлен комиссией для прохождения процедуры сертифицирования. Aviation надеется обслуживать маршруты дальностью от 500 до 1000 километров. Для преодоления таких расстояний без выбросов углекислого газа у него на борту есть аккумуляторы и передовые силовые установки. Однако в серийной версии решено было отойти от первоначального замысла. Моторов останется только два, а хвост превратится в обычный Т-образный. Зато вместо трех моторов по 260 киловатт Magnix представила партнеру два по 640. Окончательная конструкция была выбрана в результате накопленного опыта и отзывов клиентов. В обновленной конфигурации технические характеристики Alice выглядят так. Запас хода 814 километров, крейсерская скорость 407 километров в час, грузоподъемность 1130 килограмм, место для двух пилотов и девяти пассажиров. Ожидается, что Alice начнет выполнять регулярные коммерческие рейсы в 2024 году. Австралийская компания Evil представила новую серию электроскейтбордов, которые называются Head-in. Они изготовлены из углеводородного волокна и способны разгоняться до внушительных 50 километров в час. Новая серия стала продолжением линейки GTR. Впрочем, об обновлении речь не идет, поскольку Head-in разительно отличается наличием первых в мире электрической палубы и рамы, выполненных в стиле шасси платформы. Данные элементы конструкции изготовлены из материала, используемого в современной авиации и суперкарах класса люкс, литого углеродного волокна. Как и у предшествующих моделей, у Head-in платформа тонкая, но при этом достаточно прочная, что гарантирует безопасную интеграцию в нее электронной начинки и системы питания нового поколения, а также выхода в систему охлаждения. Инновационные дополнения серии Head-in в итоге обеспечивают 20-процентный прирост скорости с 42 до 50 километров в час и 30-процентное увеличение дальности по сравнению с GTR с 50 до 65 километров. Изменения коснулись и ручного пульта управления, расположенного в раме из легкого сплава с защитной резиновой окантовкой. С его помощью пользователь ускоряется, тормозит, включает аварийное освещение и световой индикатор уровня зарядки батарей. Электроскейт будет выпускаться в нескольких версиях. Цена модели Head-in Carbon Street начинается с 2900 баксов, а Bamboo с 2500. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, активнее подписывайтесь на наш канал и не забывайте жать на колокольчик. Обязательно пишите комментарии внизу и делитесь нашими видео с друзьями. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а на этом у меня все. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok